Музыка Веры А это храм Покрова Пресвятой Богородицы села Отрадное Новоусманского района Воронежской области. Известность эту отец Геннадий Заридзе получил как и добрый пастырь, которому разных мест текаются люди, со советом и утешением, и как автор стихов и духовных песен, которые являются по сути продолжением его пастырского служения Богу и людям. Песни отца Геннадия можно услышать в его собственном авторском исполнении. Им была посвящена одна из наших передач. А сегодня мы услышим песни на стихи отца Геннадия Заридзе, записанные на его благотворительном вечере в 2016 году, в исполнении ансамбля «Лампада», который был создан при Покровском храме села Отрадное. Песня, которая начиналась этот вечер, также и называется «Лампада». Тихо темлится лампада, пред иконою моей нет ни копоти, ни спрадам, Нет ни шума, ни людей, но иконе образ чистый. Воскресенье Христа озаряет свет лучистым, В душу светятся глаза, Тихо темлится молитва, Мой сердечный огонек Раскраила жизни бритвам Тишину на сто дорог Раскраила жизни бритвам Тишину на сто дорог Я иду своей дорогой Пусть по мраке мир во сне Дай мне, Боже, в этой драке Оказаться на седле Сердца высвети подвалы Дай любовь твою понять Озаряет все завалы В воскресенье благодать Озаряет все завалы В воскресенье благодать В этой маленькой молитве Весь я, Боже, пред тобой Помоги в житейской битве Впереди нелегкий бой Впереди нелегкий бой Помоги в житейской битве Впереди нелегкий бой Тихо теплится молитва Тихо теплится молитва Путь к своему священническому служению и поэтическому духовному творчеству отца Геннадия, конечно же, был непрост. В возрасте 30 лет Был он рукоположен сан священника Начал вести богослужения В Покровском кафедральном соборе Занимался издательским делом При Воронежской епархии Вел теле и радиопередачи На православные темы А до этого жизнь была посвящена науке В юности Геннадий Владимирович Изучал астрофизику Закончил биологический факультет Но неразрешенных вопросов Все равно оставалось много Как говорил позже он сам Для того, чтобы прийти к Богу Нужно переосмыслить собственную жизнь Иметь желание не совершать грехи в будущем и бороться с ними Человек должен понимать Что сам он из себя ничего не представляет Только Господь может его Воссоздать в нормальном состоянии Об этом же и его следующая песня Которую мы сейчас послушаем В небесах красота Там блистательный град У подножия креста В небесах Пламенея стоят Души тех, кто страдал От земной перенес У которых сердца Просорились от слез Их кресту собирала Их кресту собирала Любви красота Тихий свет изливался От тревог креста Каждый тихо внимал Красоте неземной И любви страшной жертве Каждый тихо На кресте от любви Сам Господь умирал И любить Умирая Нам заповедал Он из древа позора С собой осветил Сделал жертвы У них новые Любви для других И теперь Тот, кто может Смиренья вместить На кресте распинается Стремится любить Тех, кто гвозди вбивает Стигает печом Тех, кто копья Вонзает И кто ни при чем Тех, кто гвозди вбивает Стигает печом Тех, кто копья Вонзает И кто ни при чем Случилось так, что после перенесенного энцефалита Геннадий Владимирович оказался при смерти Через сутки после реанимации он очнулся При этом он имел четкое ощущение того, что Бог загрупный мир духовная часть мира все это конечно же существует это не было следствием какого-то воспоминания лишь четкая ясность он не сомневался что где-то на том свете решали вопрос его будущего и считал происшествие шансом который сам Господь дал человеку Геннадий Владимирович был убежден что на земле его оставили не просто так а для покаяния в песне которую мы сейчас услышим есть очень важные как для автора так и для нас слушатели размышления об ускользающем для современного человека смысле нашей жизни называется она там в лесу под сенью сводов там в лесу под сенью сводов в бесконечной тишине там в лесу народу много только все в моем уме вспоминаю, поминаю дай им боже сил стерпеть городскую, лесовую бесовскую круговерть шпили с осен вверх стремятся будто ищут небосвод сколько надо мне смиряться чтоб решиться на уход позабыть про искушенье многоклеточных квартир не считать себя в лишении впервозданной в лица мир и тогда из тьма отбросов засоряющих мозги вдруг блеснут крупицы слезы долгожданные мои буду плакать за печали за греховные за греховные года буду плакать за большие души губы города там за окнами рекламы бесконечных ветражи потеряли что искали мы для вечности своей там за дымом от машины дым солидный заводской телевизоров лавины с бесконечной болтовней там проблемы о нарядах о приемах жениха там живут на маскарадах во безличных домах там едят плоды познания с нефтяною колбасой о вопросах мироздания случай стал всему иной люди люди оторвитесь от надуманных проблем свету жизни улыбнитесь и подумайте над тем что уходит безвозвратно оставляя черный свет что вы держите в объятиях то чего уж завтра нет что от частого веселья развалится голова и от тяжкого похмелья на душе все та же тьма беспроводно безысходно как на кончике иглы вдруг сорвется моноклонная бесцельная у тюрьмы обесценятся наряды и ненужные дела сердце вырвется и зады послышатся слова вы любимы вы любимы как бы не были в грехах вы любимы в деревеньках на дорогах в городах даже если безысходны ваши личные дела все все вы не одиноки даже если смерть пришла только сердце оторвите от удушливых оков к Богу души устремите и познайте любовь сколько глупостей ненужных позабудите позабудите и останутся пустыми душегубы города с 1988 отец геннадий по благословению старца схематрополита серафима мажруги священство работает в издательстве руководит объединением православных ученых настоятельствует в нескольких храмах но господь своей рукой через болезнь направляет отца геннадия на другое и главное пастырское попечение о людях и духовные творчества только господь говорит отец геннадий может воссоздать человека в его нормальном состоянии поэтому важно ходить на причастие не пренебрегать этим и понять какое это великое таинство и милость от бога исповедаться и причащаться работать над собой учиться молитве и так потихоньку становиться христианином послушаем песню отца геннадия заридзе ты причастился в благодать ты причастился в благодать тебя возносит до небес с тобой невидимая рад твоей душе Христос воскрес с тобой невидимая рад твоей душе Христос воскрес и никакая суета не пересилит не пересилит благовест душа безвинна и чиста в твоей душе Христос воскрес душа безвинна и чиста в твоей душе Христос воскрес чтобы жила душа твоя да на свой страдал зайдя на крест свершилась тайна бытия в твоей душе Христос воскрес свершилась тайна бытия в твоей душе Христос воскрес и еще слова отца Геннадия весь наш жизненный путь является самосовершенствованием нельзя так сказать побыл праведником пять лет и все нет мои дорогие все отведенные нам дни человек делает усилия над собой мы знаем что даже после смерти дьявол соблазняет человека необходимо работать над собой чтобы Богу была угодна наша жизнь состояние нашего сердца песня легкой прохладой коснулось святое крыло поет ансамбль лампада легкой прохладой коснулось святое крыло сердце раскрыло свой чистый проснувшийся взор боже куда же меня от тебя занесло как утомителен с миром бессмысленный спор боже куда же меня от тебя занесло как утомителен с миром бессмысленный спор где то промчались и канули прошлые дни где то тревоги проблемы мирские дела но никогда не заменят в сознании они Божьей любви и полета святого крыла этот порыв отрезвляет и сердце зовет к чистому вечному главному телу души бог общения тебя от скорби уведет сердце наполнится радостью вечной тиши бог общения тебя от скорби уведет сердце наполнится радостью вечной тиши Там, где всегда не кончается вечный призыв Ты ощутишь, что вернулся сознанием домой Каждым мгновением очи любви дорожишь Имя святое твердишь непрестанной мольбой Каждым мгновением очи любви дорожишь Имя святое твердишь непрестанной мольбой Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу Благодарю вас за ваше внимание На этом прощаемся с вами до новой встречи в передаче «Музыка веры» С вами был священник Георгий Халахов Всего вам самого доброго, милости Божией! Музыка веры Музыка веры